Здравствуйте! Вас приветствует Вероника Поливкина на канале Природа Будущего. Середина лета. Время активно собирать урожай. А в этом году так не получается. Затяжная холодная весна во многих регионах не только задержала посадку и активный рост рассады на грядках, но и вовсе оставила многих без рассады. Но какое растение выдержат частые возвратные заморозки, тем более теплолюбивые. И все же наша упорная борьба с погодой дала свои результаты. Растения хоть и медленно, но начали входить в ритм. А тут новая беда – жара и засуха. Плоды не успевают созревать, а на них уже появилась вершинка. Хоть и не болезнь, но урожай под угрозой. Что же можно сделать для наших растений, чтобы все же получить достойный урожай и потратить на это не так много сил и средств? Защитить от жары, укрыв притеняющими сетками. Больше поливать, но не по листьям, а под корень. Лучше всего, конечно, установить капельный полив. Обязательно мульчировать. Для этого подойдет все, что есть. Торф, опилки, сухая трава, измельченная кора. Активно удаляем пасынки, чтобы растения не тратили силы на зеленую массу. И, конечно, хорошо кормить. В первой половине лета многие делают травяные настои. Это хорошо, но во второй половине от этих подкормок растения будут только наращивать листовую массу. А нам-то нужно перенаправить силы растения с роста на плодоношение. Нужны специальные сбалансированные подкормки. А подкормку важно выбрать правильную, комплексную и, естественно, натуральную. Томаты и перцы скоро поспеют, поэтому никаких сомнительных удобрений нам не нужно. И вот тут нам, как нельзя, лучше подойдет новинка от компании Биокомплекс из новой серии Биоша. Специальный биококтейль для томатов и перцев. К сезону выпущена целая серия для различных культур, чтобы нам было легко осуществлять подкормки любых растений в саду и огороде. Потребности у каждого растения разные, и вот это как раз и учтено. В каждом флакончике полный набор биодоступных макро- и микроэлементов, подобранных для каждой группы растений на натуральной основе. Можно применять и не бояться, что отравимся. У некоторых возникает непонимание, ну как какие-то смеси делают без химии. Ну вот вы, травяной настой из чего делаете? Просто из травы. А гумата из чего делают? Настаивают, как правило, торф. А суспензию хлорелы, из водорослей, асопропель, из донах отложений. Вот и натуральные биококтейли создают из смеси природных веществ, только с сбалансированным по всем нужным элементам составом. Сами тоже можете сделать, если вы в этом понимаете. И у вас есть время, и доступно различное сырье. Причем времени, да и средств придется потратить немало. Наука идет вперед, и для нас все больше возможностей сберечь свои силы и время, и получить отличный урожай. Так вот, для наших томатов, перцев, баклажанов мы будем использовать натуральный биококтейль, разработанный специально для бережного ухода за посленными культурами, с учетом их повышенной потребности в калий, фосфоре, кальций, магнии и боре. А что дают нам эти вещества? Фосфор увеличит урожай, калий сделает плоды слаще и ароматнее, бор отвечает за большее количество завязей, магний ускорит созревание плодов, кальций укрепит стебли и мощные корни, сделает плоды высокотранспортабельными, но и с вершинкой поборется. И, наконец, натуральный экстракт, который также входит в состав биококтейля, будет отпугивать вредителей и повысит иммунитет к болезням. И в результате мы, конечно же, получим крепкие стебли, здоровые листья, хорошую развитую корневую систему и в итоге обильный урожай крупных ароматных плодов. А поливать нужно всего лишь один раз в две недели. Из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды и расход раствора 1 литр под растение. И важно, поливаем по влажной земле. Опрыскиваем мы по листу один раз в месяц, в вечерние часы, используя раствор из 1 столовой ложечки бальзама и 1 литра воды. Я за здоровый урожай без химии. Надеюсь, вы тоже. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok